Всем привет! С вами канал Енотик Продакшн. Вашему вниманию хотим представить 10 паранормальных явлений, снятых на протяжении 2020 и в начале 2021 года. Итак, начинаем. Если вам понравился старый голос Енотик Продакшн, тогда переходите на наш второй канал, там очень много интересных видеороликов со старым голосом. Ссылка на канал будет в описании. Странный черный гуманоидный объект, парящий в небе над челекот Огайо, привлек внимание людей. Фигура меняла направление и форму. Свидетель заметил что-то в небе, парящее вокруг, и тогда он взял камеру и записал то, что увидел. Чтобы лучше рассмотреть странный объект, он увеличил масштаб и посмотрел на него. Уменьшил масштаб и снова увеличил масштаб. В этот момент черная фигура начала менять форму. Поскольку фигура находилась далеко в небе, он не мог рассмотреть ее как следует, пока не вошел в свой дом. Уфологи заявили, что это было гуманоидное существо, которое поднялось высоко в небо для наблюдения за людьми. Но никто не смог объяснить, почему это предполагаемое внеземное существо из другой планеты таким странным образом меняло свою форму. Возможно, оно в кого-то превращалось. Видеозапись празднования дня рождения показывает аномальную фигуру на заднем плане. На видео видно группу людей, которые, как сообщается, устраивают импровизированную вечеринку по случаю дня рождения перед тем, что выглядит как заправочная станция. Примерно через три секунды в кадре можно увидеть загадочную фигуру на заднем плане, которая быстро движется, а затем исчезает. Похоже, что никто из участников не замечает аномалию, и тот, кто находится за камерой, не реагирует. Некоторые предполагают, что призрак может быть отражением проезжающего автомобиля, или даже струйкой дыма от кого-то, кто курит сигарету за кадром. Люди, которые проживают недалеко от этого места, говорят, что за последние 10 лет часто видели нечто подобное. Странные фигуры подобного типа регулярно появлялись. Но заснять их на камеру еще никому не удавалось. Возможно, на самом деле в кадр попал самый настоящий призрак. Поскольку недалеко от этой заправки 200 лет назад было кладбище. Огромный йети попал на камеру наблюдения за лесными животными. За год это уже второе сообщение о предполагаемом наблюдении Бигфута в провинции Альберта. Странное крупное мохнатое существо попало на камеру наблюдения за животными. В этом районе было расставлено 4 таких камеры, и их целью было отслеживание перемещения диких росомах. Биолог, который работал над этим проектом, совсем не ожидал увидеть тут огромного Бигфута. Некоторые предполагают, что на видео заснят медведь. Однако верхняя часть существа куда больше похожа на голову и плечи гориллы, чем-то на голову и плечи медведя. По размерам это существо около 3 метров в высоту и больше метра в ширину. Оно медленно движется за деревом, словно переминается с ноги на ногу. Есть предположение, что Бигфут находился тут в засаде, так как ранее эта же камера засняла в этом же месте двух оленей, которые быстро убежали прочь. Непонятных существ сняла дорожная камера видеонаблюдения в Далласе, штат Техас. Кто-то считает, что это просто большие птицы, другие уверены, что это мифические монстры. Это видео было выложено в сеть, и по словам его автора он не смог понять, что именно засняла камера видеонаблюдения. В кадр попали два непонятных черных существа, которые двигаются на двух ногах или лапах рядом со стоящим автомобилем. Они были небольшого размера, ниже автомобильного колеса. Есть предположение, что это так называемые дуэнди. Это тролли или гоблины в испаноязычном фольклоре. Более логичная версия подразумевает, что это такие крупные птицы, вроде сов. Однако, что сразу двум совам понадобилось делать рядом с автомобилем, на асфальте сказать очень сложно. Также некоторые комментаторы считают, что если одни движения существ действительно похожи на птичьи, то другие движения, когда они быстро сближаются друг с другом. Выглядит очень странно. Три ярко сияющих шара проплыли над домом жительницы Бельгии, и все случилось очень быстро, но она успела заснять этот момент на видео. Версия, что это были осветительные приборы на большом строительном кране, не выдерживает критики. Женщина по имени Мэдисон уверяет, что в тот же день чуть позже вышла на улицу и все вокруг осмотрела, не найдя там никаких кранов, на которых могли быть прикреплены эти луны. Даже если принять в учет, что три луны все-таки были делом какой-то техники, какая техника могла работать так рано, в 7 часов утра. Это тоже ставит в тупик. Когда видео стало популярным в интернете, посыпались комментарии от пользователей. Некоторые из них признались, что тоже видели что-то подобное в то же время. Большинство комментариев склонялись к версии, что это фонари крана. Но Мэдисон твердо заверяет, что она все проверяла. И там не было никакой техники. Остается странным тот факт, что они полностью исчезли менее чем через минуту. Привидение или что-то иное попало на видео в больнице Гондураса. Видео предположительно было снято неназванным врачом или мэтт-братом. Сначала мы слышим странные звуки, идущие из бокового коридора. А потом оттуда появляется нечто полуразмытое, грязно-желтого цвета. Понять, что это такое, не представляется возможным. Разным людям это кажется или скелетом с накинутым на него куском ткани или человеческой фигурой в балахоне. Поначалу существо кажется вполне плотным, но когда оно полностью выходит из коридора, то становится почти прозрачно. Поэтому версия о том, что это просто медицинский скелет, который тянут за ниточки, явно не подходит. По версии скептиков, вероятнее всего это видеоподделка с использованием видеомонтажа. Комментаторы к видеоролику пишут, что в этих коридорах и ранее регулярно происходили аномальные явления, в том числе сами собой гасли и зажигались лампы, а пациенты в палатах очень этого пугались. Также кто-то упомянул, что в этой больнице когда-то работал один врач, который позже покончил с собой, и что это вероятно именно его призрак. Яркий горящий НЛО пролетел над Западной Вирджинией и соседними штатами в США. Неизвестный объект светился ярко-оранжевым светом и осветил небо при падении. Совершенно очевидно, что никакого удара метеорита не было. Фактов падения нет, что очень странно. Некоторые предположили, что это какой-то аппарат с космоса, падающий на Землю. Возможно, на космической станции случилась авария, о которой решили нам не сообщать. Другие пользователи посчитали, что это облако приняло такую необычную форму. При ускоренной видеосъемке нам снизу кажется, что это падающий, неизвестный летательный объект. А то, что он скрывается за деревьями, является не что иным, как иллюзией. А вы как считаете, что это за странный объект? Свой ответ напишите в комментарии. Одна жительница Канзаса живет в квартире в старом доме, которому уже 125 лет. Ранее в этом доме был отель. Некоторое время назад в ее квартире стали происходить странные вещи. Очевидная паранормальная активность. После этого она стала записывать разные видео в попытке поймать нечто. На мутноватой записи, сделанной в ванной комнате, в начале ролика с правой стороны что-то с неопределенными очертаниями уползает за перегородку. По словам женщины, это существо кажется ей похожей на кошку. Однако именно в этом месте, где скрылось это существо, стоит подон для котенка. Так что это и правда мог быть призрак кошки. Правда, двигается он странновато и словно утекает в сторону, а не ходит на четырех лапах. Пассажир самолета увидел весьма странное явление, которое довольно трудно назвать природным. Через иллюминатор он разглядел белоснежное НЛО, который парил неподалеку от самолета. Наш герой не растерялся и записал загадочного попутчика на смартфон. На кадрах видно, как неопознанный летающий объект выстреливает непонятными шарами, которые фиксируются в пространстве, образуя треугольную форму. Очевидец, заснявший полет НЛО по прибытию домой, тут же опубликовал уникальное видео. Скептики посчитали, что этот видеоролик фальшивка, и он был сделан в видеоредакторе. Но большинство пользователей, посмотревших видео, считает, что это дело рук представителей внеземных цивилизаций. Судя по форме и странным действиям, не похоже, что данный аппарат мог быть создан человеком. Загадочный символ по типу кругов на полях появился на дне Голубого озера в Хорватии. Модро езеро – это одно из самых красивых карстовых озер Хорватии. Голубое озеро находится в глубоком провале, образовавшемся после обрушения пещеры недалеко от города Емоцки. Глубина озера варьируется в зависимости от сезона и количества осадков. Летом оно обычно полностью высыхает, и самый странный футбольный матч в Европе может проходить на илистом дне. Когда оно высохло в 2020 году, на дне высохшего озера появился странный символ. Но по мере того, как Голубое озеро медленно наполнялось в начале осени, инопланетный знак постепенно растворялся под водой в неизвестном мире. Уфологи уверяют, что эти символы точно такие же, как и те, которые были оставлены на полях пшеницы и кукурузы. Судя по форме, они были сделаны те же самими неизвестными объектами. На этом сегодня все. Всем пока и до скорой встречи.